Брестский городской центр по управлению недвижимостью – площадка, где готовы проконсультировать по вопросам аренды либо приобретения в собственность квадратных метров. Бывает так, что потенциальный бизнесмен уже знает, чем хотел бы заниматься, однако не готов полноценно оценить все нюансы будущего помещения. В центре ему готовы показать имеющиеся варианты, рассказать об условиях использования, а также о том, как сегодня можно участвовать в торгах. Человек приходит с паспортом, если он является представителем с собой, переносит доверенность, если юрлицо – это документы, подтверждающие полномочия, опять-таки доверенность, либо руководитель с копией документов, подтверждающих свою полномочия. Здесь подписывается соглашение о правах и обязанностях сторон, ну и заполняется бланк заявлений. Одно из интересных зданий, размещенных сегодня на аукцион – бывшая вечерняя школа по улице Брестских дивизий. Изолированное помещение площадью более 1600 квадратных метров имеет централизованные инженерные сети коммуникации, водоснабжение, канализацию, электричество, отопление, асфальтированный подъезд, который может быть использован в качестве парковки для автомобилей. Само здание представляет собой достаточно интересный архитектурный объект, что может также стать своеобразной фишкой. Ближайший аукцион состоится уже 10 сентября. Имеются инженерные сети, все теплоотопление, канализация, электричество. Здание, чем интересно, высокие потолки, выполнено оно из кирпича, наружные, внутренние стены, перегородки – это кирпич. Видите, что здание было построено в 19 веке, и несмотря на такой вот возраст здания, видите, оно сохранило свои эстетические свойства и качества. Если же актуальны электронные торги, то эту практику в области реализует Брест обл. имущества. Это экономит время, снижает личностные контакты, уменьшает расходы на поездки. К тому же электронные торги по своей результативности не уступают, они редко и превосходят обычные аукционы. Это расширение поэтапное, плавное, тех начал, которые были уже на протяжении нескольких лет. В те годы мы выбирали объекты для продажи на электронных торгах, ну а учитывая вот те события, которые связаны с эпидемиологической ситуацией, для снижения личностных контактов, для расширения, в первую очередь, возможностей большего круга участников, мы стараемся сейчас выставлять на торги массово именно электронные. Это позволяет сократить, в первую очередь, исключить возможность движения участников торгов в одно место, в частности, обл. исполком, для подачи документов, для участия в торгах. Для подачи документов достаточно прибыть в любое из фериалов биржи, которые есть в каждом областном центре, либо в Минск, а для участия в торгах достаточно иметь дома компьютер. Куда обращаться и что выбирать – личное дело каждого, кто в поиске квадратов для открытия своего дела. Дополнительную информацию по каждому из учреждений можно найти на официальных сайтах.